Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Дональд Трамп заявил журналистам «Таймс», что его шансы снова быть избранным на выборах в 2024 году близки к 100%. В штате Иллинойс принят первый в Соединенных Штатах закон о защите доходов детей-инфлюенсеров. В Вашингтоне обсуждают аналогичный законопроект. Плабучее заграждение на реке Рео-Гранде, установленное для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошлось Соединенным Штатам в 1 миллион долларов. Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткен запретила бывшему президенту Трампу обнародовать некоторые доказательства по делу о штурме Капитолия запрещено. Член Палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Ну и Хантер Байден, сын президента Соединенных Штатов, может предстать перед судом по уголовным обвинениям после того, как переговоры с судом о потенциальной сделке о признании вины зашли в тупик. Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив в него четырех российских миллиардеров, основателей Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Число жертв природных пожаров на гавайском острове Мауи возросло, но это вчерашние сообщения, до 93. Эта цифра будет больше, так заявил губернатор Джош Грин. И в Нью-Йорке зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом. Также случаи участились и в других штатах США. Там и господа эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. 45-й президент Дональд Трамп заявил журналистам «Таймс», что его шансы снова быть избранным на выборах в 2024 году близки к 100%. Трамп считает, что почти со стопроцентной вероятностью сможет опередить действующего президента Джо Байдена, если в следующем году они повторят свое противостояние 2020 года. Также Трамп уверен, что достойных конкурентов для него нет и среди республиканцев. На вопрос журналистов, не рано ли он списывается с счетов однопартийца Рона Десантиса, экс-президент ответил «нет». Ранее Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него следует проводить только после выборов в 2024 году. Сейчас начало процесса по делу о штурме Капитолия запланировано на 2 января следующего года. И, по мнению экс-президента, оно станет вмешательством в выборы, так как совпадает с началом электоральных мероприятий в ряде штатов. Но к этой теме мы еще в сегодняшней программе вернемся. Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе штата Техас с Мексикой, установленное для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошлось Соединенным Штатам в 1 миллион долларов. В начале июля власти штата распорядились установить плавучий барьер в Рио-Гранде, причем в трех километрах к югу от моста Камино-Реаль в Игл-Пас, который выполняет роль КПП на границе с Мексикой. Я еще раз хочу повторить, власти штата – это не акция Белого дома, не инициатива нынешнего президента и его окружения. В августе СМИ писали о двух погибших в зоне плавучих заграждений. Губернатор Техаса Эббот заплатил 1 миллион долларов за барьер длиной 1000 фунтов, это примерно 305 метров, отмечается в одной из публикаций. До этого вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявлял, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет. Цитирую, я не могу с уверенностью сказать, насколько вырастут эти цифры, однако в действительности, учитывая, что на границе столь много людей, ожидающих возможности ее пересечь, я думаю, что в ближайшие месяцы граница станет более загруженной, утверждает Карбера. По его словам, за последнее время выросло число попыток незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. При этом, напомню, администрация Байдена ничего практически не предпринимает. А если предпринимает, то стало известно, что генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подает суд на администрацию президента Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP-1 используется для обхода федерального закона. Ну вот такие акции принимает у нас администрация Джо Байдена. Судья федерального округа, федерального суда округа Колумбия Таня Чаткин запретила бывшему президенту Трампу обнародовать некоторые доказательства по делу о штурме Капитолия, пишет газета New York Times. Она также предостерегла Трампа от любых попыток запугать свидетелей или настроить потенциальных присяжных в пользу себя. Вот такие вот у нее опасения. В суде прошло слушание, на котором рассматривались рамки охранного ордера в отношении обнаруженных доказательств по делу о попытке бывшего президента отменить результаты выборов 2020 года. И Чаткин в итоге ограничила только обнародование конфиденциальной информации. Она потребовала от экс-президента и его адвокатов, здесь я процитирую, проявлять особую осторожность в публичных заявлениях и предупредила, что примет любые меры, которые потребуются, чтобы обеспечить прозрачность разбирательства. 1 августа, напомню, спецпрокурор Джек Смит определил Трампу обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Ему вменяют ни больше ни меньше в вину сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью. Вот это третье из обвинений, выдвинутых против Трампа. Свою вину он отрицает, а его команда назвала новое дело попыткой вмешательства в ход выборов 2024 года. Трамп заявлял, что ему грозит по совокупности 561 год тюрьмы по всем трем делам и попросил судить его после выборов. О намерении баллотироваться он объявлял в ноябре прошлого года. Член Палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Об этом конгрессмен сообщил на своем сайте. В частности, он обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью, включающим в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество. Речь о Байдене, дамы и господа. Ну и кроме того, Стюби заявил, что американский лидер препятствовал правосудию. По мнению республиканца, Байден якобы вступил в неправомерный сговор с должностными лицами Министерства юстиции США с целью помешать расследование против его сына Хантера. Ранее республиканец от штата Калифорния, спикер Кевин Маккарти, сообщил, что расследование республиканцами дела семьи президента Джо Байдена поднялось до уровня дела об импичменте. Маккарти отметил, что это дает Конгрессу самую мощную власть для получения остальных необходимых знаний и информации. Надо сказать, что это уже не первая резолюция об импичменте действующему замечательному нашему президенту Байдену. Документ импичмент президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена из-за злоупотребления властью путем содействия взяточничеству и другим серьезным преступлениям и правонарушениям был представлен Палате представителей 21 января еще 2021 года. Его инициатором выступила член Палаты представителей Конгресса Марджини Теллер Грин, республиканка от штата Джорджия. И в конце июня нынешнего года резолюция стала самым популярным документом на сайте американского законодательного органа. Об этом сообщила сама законодатель. В конце мая конгрессмен заявила, что она намерена вновь инициировать в Конгрессе процедуру импичмента Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны. Давно уже надо было вынести по этому поводу импичмент. Вы прекрасно знаете, к нам в страну приходит от 280 до 290 тысяч мигрантов в месяц. Хантер Байден, сын президента Соединенных Штатов, может предстать перед судом по уголовным обвинениям после того, как переговоры с судом о потенциальной сделке о признании вины зашли в тупик. Об этом заявил Дэвид Вайс, который был назначен бывшим президентом Дональдом Трампом для расследования в отношении Байдена-младшего. Ранее генеральный прокурор Мэри Гарланд повысил статус Вайса до уровня специального прокурора, что это ему дает дополнительные полномочия для продолжения расследования. Республиканцы в Конгрессе пригрозили начать процедуру расследования по поводу возможного импичмента главы государства, утверждая, что Байден извлекал выгоду из бизнес-делок, которые заключал его сын. В июне Вайс предъявил Хантеру Байдену обвинение в неуплате налогов и нарушении законодательства об огнестрельном оружии. Мы много об этом в нашей программе договорили. Если бы Байден-младший признал свою вину, то ему бы никакой срок вообще не грозил. Что, в общем-то, совершенно уникальная ситуация. Вряд ли какому-то американцу могли бы предложить что-то подобное. Но семья Байденов у нас, конечно, во-первых, еще та семейка, во-вторых, как бы вне закона. Ну, в общем-то, получилось так, что судья федерального суда в Денвере в результате отклонила предложенную обвинением сделку о признании вины. Ну, а Вайс заявил в пятницу в суде, что обе стороны зашли в тупик. И потому Хантера Байдена, скорее всего, ожидает, слава богу, судебное разбирательство. Вайс, первоначально назначенный на должность федерального прокурора в штате Делавэр Дональдом Трампом, начал расследование в отношении Хантера Байдена в 2019 году. Четыре года ведется вот это вот расследование, так называемое. Администрация Байдена разрешила ему продолжить расследование. Повышение статуса Вайса, который стал спецпрокурором, дает ему больше полномочий и независимости в сравнении с его предыдущей должностью. Ну, непонятно, является ли это назначение ответом на политическое давление со стороны республиканцев, или же оно сигнализирует о более широком расследовании деловых отношений Хантера Байдена, которое может привести к дальнейшим уголовным обвинениям всей семейки, замечательной отца и сына. По словам Гарланда, Вайс подготовит отчет после завершения расследования, а Министерство юстиции обнародует выводы, к которым придет спецпрокурор. Цитируя назначение, Вайса укрепляет в глазах американского народа приверженность Министерству юстиции как независимости, так и подотчетности в особо чувствительных вопросах, сказал Гарланд, выступая перед журналистами. Генеральный прокурор ограничился выступлением, не став отвечать на вопросы пресса. Ему крайне неудобно вообще сегодня на все это отвечать, поскольку считается, что он в определенном смысле был так или иначе заинтересован в том, чтобы это дело тянуть и чтобы всячески уходил от ответственности сын действующего президента. Гарланд сказал, что Вайс попросил его о встрече ранее на этой неделе, уже на прошлой получается. Республиканцы обвинили Байдена-старшего в получении прибыли от деловых предприятий его сына в Украине и Китае, хотя доказательств правонарушения пока представлено не было, но речь идет о 20 миллионах долларов, как минимум. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Палата может начать расследование по поводу возможного импичмента уже этой осенью. Белый дом отвергает эти обвинения, характеризуя их, ну понятно, безумные теории заговора. В администрацию утверждают, что Байден никогда не вмешивался в бизнес. Ну понятно, Джо Байден, которым занимался его сын, вообще ничего об этом не знает совершенно. Вайс в результате своего расследования, которое длится, как я уже сказал, 4 года, не выявил, оказывается, доказательств того, что Хантер использовал политическое влияние своего отца для личной выгоды. Но это вызывает только недоумение, конечно, у тех людей, которые, в общем-то, знакомы с делом. Такое представление Вайса о том, какова роль и Хантера, и его отца во всех этих коррупционных делах. 53-летний Хантер Байден работал лоббистом, юристом, консультантом и инвестиционным банкиром. Он публично признался в том, что в прошлом у него были проблемы с употреблением алкоголя и кокаина. При этом он еще и владел оружием, которое держал у себя в квартире. Что противозаконно. Вайс предъявил Хантеру Байдену обвинение в неуплате налогов в 2017 и 2018 году и в незаконном владении огнестрельным оружием. Законодательство, напомню, ограничивает людей с наркотической зависимостью в владении оружием. Судья в июле отклонила сделку, которая позволила бы Байдену признать себя виновным в налоговых обвинениях и тем самым избежать обвинения в хранении оружия. Хантер Байден находится в центре внимания нескольких комитетов Палаты представителей, которые сейчас возглавляют республиканцы. Еще раз скажу, слава богу, может быть, вот таким вот образом, благодаря тому, что с 3 января этого года республиканцы являются большинством в Нижней Палате, Палате представителей, дело, может быть, действительно можно будет как-то дозвать, что расследуется объективно. Один из бывших бизнес-партнеров, сына президента, напомню, Дэвид Арчер, мы об этом также говорили, дал показания комитету по надзору Палаты представителей. И он сказал, что Хантер подчеркивал тот факт, что он является сыном вице-президента США во время ведения бизнеса в Украине в 2014 году. По словам Арчера, Хантер ежедневно разговаривал со своим отцом, но сказал, что разговоры не касались бизнес-вопросов. Июньский опрос Reuters Ipsos показал, что половина американцев, в том числе 75% республиканцев и 33% демократов, треть демократов, считает, что Вайс оказывал преференции Хантеру при расследовании его дела. Однако большинство участников опроса заявили, что это не повлияет на их голосование в следующем году. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в нашу передачу. Прервемся на рекламную паузу.